Возрождение освобожденных территорий, установление мира в регионе, расширение экономических связей, борьба с коронавирусом и многое другое. Более четырех часов на четырех языках президент Азербайджана Ильхам Алиев отвечал на вопросы иностранных и местных журналистов. В эфире телеканала СБС мы продолжаем говорить об основных посылах, отмеченные главой государства. На связи со студией председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Фарид Малим, добрый день. Здравствуйте. Фарид Малим, после конференции прошло уже несколько дней, однако мировые СМИ продолжают цесировать заявления президента Ильхама Алиева. Какое значение для региона имеют эти заявления азербайджанского лидера? Как вы уже отметили, действительно, в своем пространном интервью, которое длится действительно четыре часа, даже в пресс-конференции, президент коснулся несколько направлений. Это вопросы безопасности в регионе, постконфликтные процессы, это экономическое сотрудничество, это вопросы, связанные с COVID-19, то есть это уже больше в сфере гуманитарного сотрудничества и так далее. Ну и обначил бы с вопросов безопасности, я думаю, они самые важные. И президент, один из главных месседжей президента, что конфликт завершен, надо думать о будущем, надо думать о том, как постепенно примерять народы. Кстати, мы знаем хорошо, что там журналист отмечал, что президент даже во время войны 23 раза говорил о мире, и после войны президент неоднократно говорит о мире. Понятно, что мирный процесс, скажем, процесс примирения в регионе, регионального сотрудничества, он не легок, потому что за нами груз, 30-летний груз, значит, насилия, разрушений. И все это, я хочу подчеркнуть, проходило на территории Азербайджана. Армения в 80-е годы, изгнав полностью население, азербайджанское население совершил этническую чистку, перенесло фактически все на территорию Азербайджана. Почему я это подчеркиваю? Часто иногда, особенно в западных СМИ, такой, значит, тезис выдвигается, что, мол, вот вы победили, вы должны быть более, так скажем, как бы щедры и так далее. Никто, вот этот факт, то, что конфликт все время шел на территорию Азербайджана, наши, значит, территории разрушались, происходили убийства на нашей территории. Но, несмотря на все это, посыл, главный посыл президента Азербайджана – это мир, сотрудничество и исходящее из сотрудничества потенциал экономического взаимодействия в области транспорта, в области энергетики и так далее. А вот про сотрудничество в области транспорта, энергетики на освобожденных территориях, на ваш взгляд, с кем можно сотрудничать и потом, как изменится ситуация, какие от этого дивиденды, опять-таки, как изменится ситуация в регионе и также, какая будет польза и для Азербайджана, и для стран, которые заинтересованы? Да, об этом тоже уже достаточно много говорил, значит, господин президент. Есть конкретные проекты, о которых мы думаем, так вот президент хорошо охарактеризовал этот проект «Зангизурский коридор». Он открывает, в первую очередь, конечно, он нам важен тем, что мы соединимся напрямую с Нахтивани, Нахтиванским регионом Азербайджана. Фактически, об этом тоже мало кто говорит, что в 30 лет он фактически находился в блокаде, потому что мы вынуждены были доставлять грузы людей или с воздушными перевозками, или же пользовались территорией Ирана, или же даже в обход Грузии через Курцию и так далее. То есть, у нас будет напрямую туда выход. И это очень важно, потому что я хочу подчеркнуть, что согласно договоренностям от 10 ноября, здесь речь идет об открытии всех коммуникаций, там все взаимосвязано. Естественно, от этого получит выгоды и Армения сама. Хотя понятно, что внутри Армении идет сложный процесс, но если они наконец-то откажутся от политики территориальных фактизаний, а, к сожалению, они не отказались, потому что буквально вчера на днях опять МИД Армении опять начал заявлять о том, чтобы армянам Карабахи должна быть предоставлена независимость и так далее. Ну, они до сих пор не сознали, что за 30 лет не только Азербайджан, все мировое сообщество отвергло идею. Значит, здесь идея самая главная, надо сказать, в форме, это МИАЦУМА, значит, объединение карабахских армян с Арменией. Эта идея территориальной экспансии, она отвергнута однозначно международных сообществ, поэтому чем скорее Армения откажется от этой политики и будет серьезно думать о преимуществах регионального сотрудничества, тем лучше для нее и для ее населения. Поэтому, в первую очередь, конечно, Азербайджан заинтересован в расширении своего экономического потенциала, но все эти региональные проекты носят действительно региональный характер и принесут дивиденды и Армении, и Турции, и России, и Ирану, которые, конечно, на определенном этапе все отключатся к этим проектам. В особенности хочу подчеркнуть Зангизурский коридор, потому что, в принципе, в советское время существовала железная дорога, и по этой железной дороге, кстати, доставляются товары и в Иран тоже. То есть, Россия здесь тоже получает выход и в Иран, и в дальнейшем в Иран тоже. Естественно, эти страны получат, соответственно, выход и на Россию. Вы затронули вопрос тяжелой ситуации сейчас в Армении, и президенту также задавали этот вопрос на пресс-конференции. Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, глава государства отметил, что сегодня эта страна находится в тяжелом положении, а происходящие там процессы в большей степени подрывают основы государственности страны. И, по его словам, виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении. Вот как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в стране, и может ли эта нестабильность как-то отразиться на выполнении соглашений по Карабаху? В первую очередь, конечно, это, скажем, несет угрозу Армении самой, ее государственности, которую, к сожалению, они начали, когда получили независимость, они основали свою государственность на территориальных протезаниях. На проекте эридентизма, значит, называние «собирание исторических земель», ну, исторических в кавычки надо брать, потому что здесь, конечно, все очень зыбко. Но в данном случае я хочу сказать, что в корне развития независимости Армении и ее политических институтов шло именно на идеи территориальной экспансии. Поэтому этот кризис вот связан именно с этим вопросом. И когда они откажутся от этой идеи, тогда все и нормализуется. То, что мы сейчас видим, это просто действительно уже, скажем, отрыжки от этого процесса. Но как будет развиваться, сейчас трудно сказать, потому что, в принципе, создалась патовая ситуация, когда премьер-министр Пашлян не может добиться желаемого, то есть уволить главу Генштаба, отказывается подписать президента Армении за действительно серьезный политический кризис, конституционный кризис, я бы даже сказал. А с другой стороны, оппозиция, и главным действующим лицом оппозиции, является вот эта клика Кочаряна-Саркифсяна, она тоже не может свергнуть Пашляна, потому что заявление Генштаба надо, с точки зрения, юридической точки зрения, надо расценивать именно попытку государственного переворота. То есть за Пашляна все еще, если за, скажем, за оппозицию где-то 30%, может быть, чуть больше, столько же примерно сторонников Пашляна. Но я хочу сказать теперь, вот вторая часть вашего вопроса, как это отразится на заявление 10 ноября. Дело в том, что, мне кажется, Армения утратила вообще отчасти свою независимую внешнюю политику, и не от нее зависит, как она будет исполнять. Для нас, для Азербайджана, главным партнером по дальнейшим шагам, в рамках заявления 10 ноября, является Россия. Важна здесь, конечно, также роль Турции. Армения, если вдруг захочет каким-то образом, какими-то своими шагами разрушить, скажем, процесс имплементации этого заявления, оно нанесет вред себе. Если, например, мы говорим о коридоре в Нахтевань, то есть я хочу обратить внимание, что, согласно заявлению 10 ноября, все транспортные коридоры, в том числе и Лачинские, они находятся в вязке друг с другом. То есть, если один коридор, если вообще одно положение не будет исполняться, то и другие являются под вопросом. Вторым очень важным вопросом является, и вот недавно вскрылись факты, что Армения продолжает посылать вооруженный персонал в Карабах. Это полностью противоречит заявлению 10 ноября. И в связи с этим, конечно, возникает вопрос о использовании Лачинского коридора не в гуманитарных целях. Я хочу подчеркнуть, суверенитет над Лачинским коридором остается у Азербайджана, естественно, и Лачинский коридор в первую очередь предусмотрен для гуманитарных перевозок людей или грузов мирного назначения. Здесь, конечно, это серьезный подрыв, но опять же здесь, я думаю, что Азербайджан будет этот вопрос решать с Россией. Ну да, и как глава государства отметила на пресс-конференции, то есть особо это никак не должно и не может повлиять, в принципе. Отвечая на вопрос журналистов по вопросам логистики на освобожденных территориях, глава государства отметил, что уже ранней осенью этого года аэропорт Физули будет введен в эксплуатацию. Также глава государства рассказал о том, что планируется строительство аэропортов о Влачине, Зенгелане. В чем заключается их стратегическое значение и какие возможности открывает это транспортное сообщение? Ну, Физули для нас, в принципе, в первую очередь мы его будем открывать. Он, наверное, важен. Президент тоже подчеркнул, что это логистика, связанная с Шусой. Ну и вообще, в целом, теми территориями, которые мы освободили, Джабраил, Физули там и дальше там Зенгелана, Батвы. Но, естественно, значит, не случайно, что президент поднимает вопрос, что мы строим еще два аэропорта. Они носят и стратегический характер. То есть у нас на границе с Арменией должны быть аэропорты, в том числе, если вдруг понадобится для военного назначения. Ну, конечно, мы это, как говорится, на второй план. Мы в первую очередь думаем о туристическом потенциале, об экономическом потенциале этого региона. Просто противоположная сторона, она должна видеть, что Азербайджан всегда готов, если вдруг последуют какие-то неконструктивные действия, и мы создаем свою логистику именно нацеленную, значит, как и на экономическое развитие, так, если вдруг понадобится, значит, совершать определенные логистические действия и неэкономического характера. Потенциал, туристический потенциал региона очень большой. Значит, аэропорт, очевидно, и в Лачине будет также служить для, значит, доставки туристов в будущем и грузов в Кельбаджарский район, это горный район, он очень известен своим туристическим потенциалом. И, к сожалению, надо отметить, что действительно в советское время там были определенные, небольшие потенциал инфраструктуры были, но если армяне действительно заявляют, что это наши исторические земли, почему же они к ним так относились? Ничего там не развивалось, все, наоборот, разрушалось. То есть народ, который считает, или националисты, скажем, конечно, я не обвиняю весь народ, но националисты, если считают, что это как-то исторически все принадлежало, а там привели, потому что они уже и на там претендовали, говорили, там какие-то исторические руины есть. Зачем же они, вместо того, чтобы все это восстанавливали, наоборот, превратили еще больше в руины? Да, это остается непонятным. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Спасибо. У нас в гостях был председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Говорили мы в частности о региональном сотрудничестве и восстановлении освобожденных территорий.